здравствуйте халлоу вы на канале марсклуб и сегодня я специально приехал в москву к юрию юдичу чем уникален этот человек юрий юдич и фамилия и имя на одну букву юрии на проверку что у нас есть такие как досточки потому что он уважаемый человек и я когда провожу свои конкурсы лиги мастеров юрий юридич у меня всегда где но это передать урия до в жюри для этой передачи не обо мне мы просто собрались попробовать коньяк рассказать вам про него по себя рассказывать я не буду хотя понятно что я член жюри международных конкурсов, Сенкомиссия Русскачества. Много чего просто. Такие результаты нужны. Юрий Юдич, наберите в гугле. Да, и только что мы сняли, можно вот бутылочку покажу? Вот только что мы сняли Петр Великий на канале Юрия, и этот ролик с Петром Великим вы можете посмотреть, и я в том числе в этом ролике вместе с Петром Великим. Да, на канале Юрия. Итак, я сегодня решил, ну как, тебя не удивить, зашел, посмотрел какого-нибудь Ноя, думаю, ну что, подешевле можно купить, потому что проезд до Москвы дорогое, удовольствие. Решил взять Ноя 20. Я его пил, он мне нравится, и моему другу Грейс, каналу Графина, он ему нравится даже больше, чем 25. Я думаю, а чем он лучше? Об этом нам скажет кто? Юриюль. Девчонки и мальчишки. А также их родители. Открываем. Вот такая странная, в такой большой коробочке, такая какая-то небольшая бутылка. Ах ты хотел, да. Тактильность тут неплохая, кстати. Да, когда берешь подарок в руки, он... Витя, ты так расписываешь, как будто прям, даже я не знаю, у тебя что за отношения с Ноем прям. Мне нравится. Там хочется купить. Либо просто у тебя там что-то с армянами какие-то дела. Нет, вообще дел никаких. Так, ну давай, открывай ты. Так, ну да, как самый молодой присутствующий. Да-да-да. А я вот это до съемку обычно, вот, чтобы наши зрители могли видеть. Ну, не могу сказать, что очень, как бы, френдли упаковка, хотя Петр Великий нам присутствует открывать при помощи лома ядрени матери. Это мы вот в предыдущем ролике. Да, на, вот покажи людям, что там было, мюзле там. Да-да. Мы его еле вскрыли. Но, тем не менее. Я вообще на самом деле не знаю, соответствуют ли армянские ГОСТы нашим. Потому что по нашим ГОСТыам сейчас, чтобы получить категорию, например, 5 лет, спирты должны быть не ниже 5 лет. А бывает так, что средний возраст должен быть 5 лет. Поэтому, ну, сразу же тебе могу сказать, что цвет. Да, вот прям явный. Достань, бакал мы тебе тоже нальем. Явный такой цвет чая. Вот. Да. И здесь... Это Никитя. Да, пускай. 18 есть? Да, даже с плюсом. Я подделал паспорт. Смотри, как бы... Тут многие пишут, что Юдич спаивает людей. Многие даже, кстати, стали пить после моих роликов. Ну, это... Я этого не хотел. Не только людей, но и женщин. Да. Всем известно, что женщины тоже люди, но до оскола эта новость не дошла пока. За что я его и люблю. Ну вот, я бы хотел... Я хотел... Твой канал... Нет, 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 нет. Новый человек... Давай. Слушай, ну, если бы мы перед этим не попробовали Петра Великого, мы бы, наверное, думали, что это хорошая штука. Да. Реально. Я вот, честно, немножко обескуражен. Я хотел тебя удивить, потому что 20-ка мне очень нравится. Потому что 15-ка мне нравится, а 20-ка вообще... Ну, после... Мы, повторюсь, до этого уже продегустировали, судя по нашим счастливым лицам и оттенкам лица. Слушай, ну, может быть, дать ему шанс в снифтере? Нет, а ты вот дай ему подышать. Он все-таки 20 лет. Рафиня, а посмотри, там на кухне, может быть, есть эти бокалы большие? Винные, да, да. У меня просто не хочется этих... Понимаешь, Ной же... Винный. Да, винный. Можно винный. Он раскроен в винных. Ной же, это же армяне. Именно вот. То есть, Арарата, это же пернорикар. Витя, Ной – это братец. Да. Это чувак, который был... Будущий, да. Собрал ковчег. Да. Как это говорят? У него была, ты знаешь, еще легенда про... Во-первых, Ной, он, когда они на ковчеге уже приплыли, у него дети были. Сим, Хам и Афет. Да. Знаешь, да, эту историю? И он, Ной, он выращивал виноград. И один раз он... Почему это Хам называют? Что-то оттуда произошло. Очень интересно. Да, но это ветхий завет. Я извиняюсь, что я тут гружу народ этим. Но он, Ной, он собирал виноград. Ну, и кушал тоже его. Кушал, а там где-то подбродило что-то. И он, короче, захмелел. Захмелел, а он собирал виноград, но жарко, голый. Да, да. Голый, без одежды. Вот. И как бы... Спасибо. Нужно сказать, что нам помогает в съемках видеография незнаменитая. А вот. Что-то разные, мне кажется, бокалы. Ну, потому что это поменьше. Ну, а на гостю вещь побольше. А, вот так вот. Хорошо, ладно. Так. И Хам, который был, сын Хам, он надсмеялся над отцом. Отцом голый, напился, лежит, спит. Вот. Да, это я... Как раз из этой истории, ну, это уже говорит о чем? Харисхаматом, да. О том, что Ной был первый винодел. Понимаешь? Ну, бокалы, бокалы не помогли. Черт, побери, а. Так я хотел тебя удивить. Не, ну, давай все-таки будем искать хорошие стороны в этом напитке. Во-первых, есть какой-то такой виноградный запах, такой аромат прикольный. Нет, аромат, и все хорошие, красивые, но здесь нет той полнотелости, которой мы положили. Сложности нет такой. Да, да. Нет вот этой лакокраски, под которой скрывается такой сильный фрукт, который переходит там в разные дона, в ментол, в какие-то там сложные вещи, там кофе какой-то. Блин, я так... Ну, нет, ну, такой чуть-чуть вот какой-то кураги немножко, изюмчик, знаешь, такой вот, ну, как будто вот такой, знаешь, компот из сухофруктов. Реально, реально. Знакомство, давай, сон, это. Думаю, во-первых, мы знакомы. Ну, люди же не знают, им же хотел, вот это все-то. За знакомство Юрий Юрьевич из канала «Морску». Да, за первый наш эфир и за встречу. А я уже попробовал. Ну, и что скажешь? Ну, я не знаю. Ну, попробуйте мне, кстати, на вкус он больше понравился, чем аромат. Соглашусь. Компотик. Ну, я так скажу, что вот если ты подаришь кому-то это, человек не обидится там, да? Ну, как бы, нет, ну, ему будет нормально, но какого-то такого серьезного оргазма он не испытает. И это примерно как вот, как анонизм и настоящая женщина. Такая разница. Расскажи-ка здесь, а здесь поподробнее. С этого места. Я хотел же тебе хорошего, но... Честно, скажу честно. Ну, ладно, Вить, да ты не понял, мы же вообще... Мы же не друг другу приезжали. Я как говорю у себя на канале, мы епсесты испытатели, понимаешь? Мы должны все на себе, чтобы людям рассказать, что хорошее, что плохое. В этом наша миссия. Не то, что мы тут взяли и радуемся, что у нас хорошо. Нет. Наша с ней основная... Вы сравнили, да, 25-летний и 20-летний коньяк. Если бы тут стояли какие-то образцы более простые. Ну, как, вообще-то, ну, как бы, ты возьми Москва, которая 20-летняя. А что вот эта цифра 20 вообще означает? Мы вообще не понимаем. Это 20 лет или что? 20 лет. 20 лет чего? Может, на контрике, наверное? Может быть, там минимум 3 года и максимум 20. Минимальный срок выдержки коньячных дистилляток дубового бочка 20 лет. Вот тебе и надо. Используемый сортов эскиад Кангун. Коньячный дистилляток. Вот тебе и надо. Ну, вот из моего прошлого ролика коньяки. Вот 20 Москва ДКК, вот Петр Великий 25 лет. Ну, это вообще несравнимые вещи. 20 лет пролежать в бочке в шесть 20 лет. Это вот такой вырастет организм, как Никита огромный. За это время, понимаешь? Ребенка 20 лет поднять, он по школу пошел, в институт его надо отправить. Сколько лет прошло в бочке лежать? 20 лет. Это должно такое там быть. А здесь что? Кофе чуть-чуть, чуть-чуть изюма в этом отваре, знаешь, как это? Бабуля там полоскала. Ладно, все, Витя. Сейчас за это застреваю. Все, вставай, нас обидели, поехали по расколу. Я согласен с каждым твоим словом, Юра. Нет, ну и прости, что к дареному коню там типа... У меня еще мой традиционный троечка осталось, Пать. Вот, ты понимаешь? А, слушай, я вспомнил. Это у меня киновский, киновский трехлетка, там какая-то обосковка. Да, киновский, они вообще там... Старый город, там пятилетка. Вот такого уровня приблизывают. Да ну. Тюнинг, да? Да хватит, вы уже вообще закидали. Берга немножко другой стиль. Он такой больше ближе к французам. Он такой посветлее. Во-первых, они видят, что вот этот цвет такой... Цвет очень темный. Это что, о чем говорит? Ты понимаешь, да? Что ни одна бочка цвета не даст. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Это неестественный коричневый. Конечно, конечно. Чай. Ну да. Конечно, подкрашено. Сто процентов подкрашено. У меня в детстве я общался с одной женщиной, которая работала в буфете театра. И вот они разбавляли коньяк и чаем доливали. То есть, ну, вот как бы так вот цвет черного чая такого, заваренного хорошо. А, барыжничали. Барыжничали, да. Ну, давай глоточек сейчас. Давай, ну, по маленькой. Ну, раскрытие, честно говоря, не происходит. То есть, вот никакой динамики в бокале, я прошу прощения. Да. Для меня, честно говоря, сейчас было какое-то некое разочарование, повторяюсь. Я просто ставил на него очень много. Но или это партия какая-то новая, свежая была. Ай, давай. Как будто бы... У меня здесь 25-летие. Да я уже понимаю. У меня память-то не отшибло настолько, чтобы я не помнил, что происходило полчаса назад. Почему? Нет, ну, вот. Есть, есть. На, вот тебе, из другого ролика коньяк. Коньяк из другого ролика, с канала Юрий Юрьевич Продакшн. Или не забудьте посмотреть. Дорогие друзья, я вас очень прошу, мои подписчики, зайдите на канал Юрий Юрьевич, под любым роликом, напишите привет с Марс-клуба. Слушай, ну, давай все-таки пару слов скажем. На самом деле есть какое-то небольшое раскрытие, ну, такое. Просто нет, конечно, сложности, нет дубовых тонов, нет тонов выдержки. Вот как бы... Просто такой добротный, хороший коньячный спирт. Юр, можно вот такой вопрос? Правильно. Можно вот такой вопрос задам провокационный? Ты проводишь конкурсы алкоголя, да? Есть ли вероятность того, что на конкурс могут принести вот тебе, да, это в жюри, блядь, вот оттуда в жюри, а это все остальные? Есть ли вероятность того, что тебе сдают на дегустации суперобразцы, а в сети потом попадают вот такие вот... Ну, смотри, во-первых, давай так. Все, что касается даже крепких напитков, не только вина, все имеет нестабильность некую. Сам знаешь, там, да, я поняла, там и так далее. Это первое. Стабильно, так, вот как. Второй момент, я как бы конспирологию не верю, да? Я просто доверяю людям, и все. Вот говорю, мне нужны образцы, давайте мне образцы. Если компания реально хочет получить оценку своего труда, она не будет специальную серию делать пан-конкурсы. И ей как бы это не надо. Вот это еще один момент. И третий момент, у меня на Кубке экспертов некоторые вещи я покупал прямо в рознице. Вот. Чем мне нравится? Они получили золото, например, там вот... И люди вообще, то есть, некоторые мне давали напитки, а некоторые, вот у меня, я опросил экспертов, там они дали, там, ну, разные люди, там, давали своих финалистов. Вот я там сравнивал. И вот эти, то, что предлагали, я пошел и купил. Вот. И это как бы история, ну, и многие из них тоже получили золотые медали. Вот поэтому, вот как бы, хочешь верь, хочешь нет. Дальше розлив на разных заводах, ты же знаешь. Это вот особенно свойственно для водок. Для водок, да. Больших, там, масштабных. Вот это вот, да. Вот. Поэтому, ну, я просто рекомендую, что делать, что брать тех, например, если коньяки, надо брать те, у кого своя дистиллерия. То есть, это, скорее всего, Дагестан. Вот у нас сейчас... Ависа построила производство, ты знаешь, новое. Наконячий завод построил. Ой, Вискаря. Дистиллерию, да. Дистиллерию, да. Вискаря, да. Но у них, конечно, дистиллерия есть в Испании. Вот они оттуда везутся. Но там немножко другой стиль, там, ну, еще такой прочь. Вот. Вот мне нравится, когда люди сами делают... А, Фангарея, конечно. Оу. Фангарея. Она у меня, кстати, взяла гран-при в двух категориях. Слушай, а вот коньяки я недавно пробовал, Тюнинг-Изберг старый, и их сошка. Мне очень понравилось, кстати, что ты про них скажешь. Ну, вот смотри, тут же есть еще основной, на самом деле, критерий во всем. Всегда это совесть производителя, согласись. Ну, как бы, ну, лучший контролер, совесть пассажира. Помнишь? Ты не ездил в трамвай? Да, 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 да. Кольчу ездил и... Чего ты не ездил? Хотел сказать, мем, реклама, просто объявление на трамвай. Лучший контролер, совесть пассажира. Тюнинг-Изберг, в принципе, контора, ну, которая дорожит репутацией. Вообще, там же давным-давно была история, а не с кино, там, определенная часть команды ушла. Я просто так давно работаю на алкогольном рынке, что помню всякие... До сих пор жив. Да, до сих пор жив. Вот. Удивительно. Значит, Тюнинг-Изберг, в принципе, то, что они делают, мне нравится. Но оно понравится не всем, как бы. Поэтому, в принципе, можно покупать. Это один из таких, на мой взгляд, других. Хорошо. Ну, спирта они берут... Ну, это где, понимаешь? Где они берут спирта, никто не знает. А теперь звонок другу. Юр, ну, скажи, пожалуйста, вот ты эксперты, много-много всяких-всяких пробуешь и проводишь всевозможные конкурсы, российские и даже шире. Я пришел тебе сказать... Юра, дружище, вот я иду на пьянку. Чего ты какого коньяка мне посоветуешь? Ну, начинается. Ну, пожалуйста. Во-первых, я, ну, если есть... Не надо вокруг того колокола. ...денюжка. Да. На пьянку или на что ли? На дегустацию. На пьянку. Я иду там, да. Во-первых, не надо пить слишком старые коньяки в больших количествах. Это вредно. Ну, там много, во-первых, просто жалко. И финансово, да, и финансово. И голова будет... Да, 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 был у меня опыт такой. Просто, во-первых, ну, как бы, уже когда пошла пьянка, ты же знаешь, Вить, уже, в принципе, более-менее, да. Вот хороший, элегант, например, Кизляр. Знаешь, такой, по-моему, КВВК-шка. Да, по-моему, что-то надо повторить. КВВК-шка элегант, да. По-моему, 8 или 10 лет он, да. Я слышал его про правила. Дербент Каспий, хорошая вещь. Вот, как бы, он такой не УС, не КС, ни в коем случае. КВК, ВВК. Пятерки все уже не годятся никуда. Значит, берешь те, кто делает коньяк сам. И дальше уже смотришь по стилистике. Ну, не из привозных спиртов. И дальше смотришь по стилистике. Сам знаешь, Армения всегда дорого-богатая, блестящая. Блестящая. Золотой унитаз и все такое прочее. Ну, вы поняли, да? Мы, кстати, не расисты. Да. Значит, дальше. Тот, кто знает стилистику Дагестана, вот мы с тобой поняли, что и знаем, что Кизляр немножко пожестче. Дербент немножко такой, тоже такой, ближе к Армении. Да, да. К Армении он побогаче такой, помягче. Вот, значит, что касается дальше Фоногории, тоже свой стиль особенный. Фоногории, да. Вот прям. Она, ну, она интересная, но это не всякому такой стиль понравится. Потому что... Не, ну, каждому свое. Кто-то любит аргуз, а кто-то свиной хрящик. Да, правильно. Это сказал кто? Николков. Нет, Николков. В жестоком романсе. Да, это. Ну, это, может, он цитировал, но это была вот фраза, когда он в этом... Это бесприданница. Бесприданница, да. Ну, вот, короче, и Фоногории надо пробовать прежде, чем брать, потому что не всякому зайдет. Но то, что это точно свои дистилляты, своя бочка... И хорошо, раз уж ты попал на канал «Морсклуб», скажи, пожалуйста, веришь ли ты в будущее российского виски? Такой провокационный вопрос. Был большое у меня интервью с Андреем Московским. Вот он меня там допрашивал приватно. Я сказал, что, в принципе, нам не надо гнаться. Я так думаю, что нам не надо гнаться вообще за вот этими категориями. В принципе, ну, вот сейчас смотри, что произошло с джином. То есть мы... Вот прям джинны можно делать, гос ввели, и все началось розовые, голубые, желтые, какие-то меняющие цвет, понимаешь? Лютые, да. Да, то есть началась вот эта гонка за потребителем, именно за молодым потребителем, потому что понятно, что джинны все мешают. Эстоникам. Да, да. Ну, ты вот можешь нормально пить джин? Могу. Хороший джин могу. Ну, вот в чистом виде. Слушай, ну, это нереально. Просто у тебя начинают от этой елки уже... Зачем? Нет, подожди. А ты пил хорошие джинны? Извините, провокационный вопрос. Конечно нет. И Хедриксен, Бифиттер, мне они нравятся, Сафир, Бомбей. Их по чуть-чуть, опять же, по чуть-чуть. Да, да, да. Их можно пить чистыми. Да. Мне нравятся, но... Ты можешь себе представить, что ты встретился со старым другом и взял выпить джин? Нет, конечно. Вот. Ты возьмешь коньяка, бутылку или там вискаря. Ну, да. Но не российского производства. Конечно. У нас была огромная своя культура. Настоек, каких-то водок особых. У нас есть какие-то мажевелые, полугары. Мы можем, как бы, своим, как говорится... Культуру возродить, да. Не душить водкой. Если начнем мериться, как говорится, с англичанами или еще с кем-то, нам есть чем помериться. Есть, есть. Вот. Зачем нам гнаться вот за этим виски? Это... Надо вернуться, во-первых, к водке. И мы отстояли это право. Сейчас уже все, конечно, все поменялось, все не так. Все опять разрушилось. Вот. Но мы отстояли право на водку. В свое время похлебки написал работу там. В ЮНЕСКО мы доказали. Водка – наш напиток. И ты приезжаешь, у тебя уже такой огромный, ну, как бы сказать, потенциал. Ты приезжаешь в любую страну мира, если говорить, о, русский – водка. Водка. Балавайка, бодрежка. Ну, и надо качать эту историю. Почему нет? Это нормально. Вот. И на самом деле, на этом фоне гнаться за вискарем, блин, да я тебя умоляю. Ну, как бы, понятно, что у нас будет молодежь брать дешевые виски, чтобы с колой мешать. Да. Вот эта позиция будет, она всегда будет. Но это все равно будет всегда какая-то, всегда похожая на Шотландию история, понимаешь? И это не будет, ну, как бы, мы в результате и водку потеряем, и виски не приобретем. Вот, вот именно. И мы, как бы, окажемся, мы окажемся, вот, как бы, посередине, и так скрепы, как бы, порушены. И еще, блин, и тут еще потеряем. Да. Ну, такое мое мнение. Отлично. Смотри, выпить водку. Отлично, отлично. Юра, я с тобой согласен, я тоже об этом все время говорю. У нас свои, вот эти полугар, великолепные напитки того же, господи, как... Родионов. Родионов, да, Родионов. Я с ним даже общался. У нас большая история. У нас есть, например, там, солодовые водки, вот, то, что Саранск делает. Вообще великолепные. Интересные такие вещи. Вообще великолепные. Есть полугар, есть дистилляты. Шикарные дистилляты делаются на... Вот я на ТАСС-спиртпроме пробовал зерновой дистиллят. Отлично, они сделали все. Они технологи у нас, умницы. Они все институты заканчивают. Они великолепно знают химию. Понимаешь, это тебе не самогонщики, которые там что-то где-то прочитали. Это реально люди квалифицированные. Поэтому им надо просто взять, договориться между собой и создать напиток, реально бомбически вкусный, такой какой-то русский вариант спиртного напитка крепкого. В моей жизни мне повезло. И у меня был, ну, как вот, в своей жизни, там, наверное, человек тоже уже, как и я, не молодой. Ты встречаешь какого-то наставника, да? Да. Вот одним из таких моих наставников, хотя мы встречались не так часто, я считаю Юрия Борисовича Жижина. Это человек, который был директором в советское время Союза плоды и импорта. Это человек, который подписал скандалом контракт, когда наши на Пепси-Колу поменяли. Да ты что? Ты с ним был лично знаком? Да, я лично знаком. Мы встречались, выпивали по рюмочке водки. И кока-кол. Это человек, который занимался продвижением нашей водки за рубежом в советское время. То есть, он там знает все казино Ницца, он встречался там совсем. В советское время это был внешторг. Да, да, да. И через этот трест проходил как экспорт, так и импорт. То есть, вот это, когда изолжированный материал, здесь тоже через них все шло. Бананы все, вот, все через них. Но этот человек поражал меня своим отношением, таким вот, не то, что трепетным, а уважением к русской водке. То есть, к тому, что нам дано, наше дано, и мы должны с этим идти. То есть, это как вот, ну, страну, ты родился и уже сиди. Да, да, да. И молчи. И родился там и пригодился. Да, да. То есть, и критиковать не надо. Потому что это моя страна, это моя водка. И я буду ее всегда защищать. Вот это первый момент. А второй момент, это мы, когда учились на школе английской, Wine Spirit Education Trace, это винная школа, WSAT, да, то есть, это такая очень известная школа, мировой имеет уровень, она и так далее. У нас был англичанин, преподаватель Стивен Мак. Вот, и он, мы все время что-то дегустировали, на каждом занятие. И он говорит, давай принесите мне водки. Ну, мы ему принесли, не помню что. Вот, русский стандарт, по-моему. И он налил, он говорит, ну, чем пахнет. И тут какие-то шутки пошли, вот эти типа ирки, ну, то, что пахнет уколом в задницу, знаешь, вот это. То есть, спирт. Но он это очень не одобрил. Он так нас посмотрел, как бы, знаешь, ну, как-то, знаешь, немножко чуть покровительственно, чуть как бы с недоумением, потому что люди могут издеваться над собственным напитком. Он говорит, нет, ребята, давайте работать как профессионалы. И он рассказал, чем пахнет водка. То есть, если зерновой немножко, то он и такой, и цветочный. Ему всё понравилось в нашей водке, в российской, с англичанином. Вот, и как бы, вот это, знаешь, такая немножко рефлексия такая, знаешь, мы вот какие-то такие вот ха-ха-ха, вот это наша водка, да, убогонькие чуть-чуть там. Вот у вас тут виски, понимаешь, торфянкой пахнет, а у нас, знаете, водки этого нету. Не надо так делать. Надо выйти и сказать, что наша водка самая лучшая. Всё. Вот так. А я предлагаю выпить, Витя. Отлично. Я с вами. Заметьте, пьёшь-то ты, не ной. Да. Пётр хорош. Скажи, пожалуйста, по секрету, по секрету скажи мне, коньяк на русском языке можно писать на бутылках или это сопрещено? Ну, на русском можно, конечно. Ну, я, к сожалению, сейчас не знаю, какая ситуация по коньяку, по шампанскому мы договорились, во-первых. Советское шампанское. Да. Вернее, русское шампанское. У меня была большая, огромная статья, в которых я 10 таких вот абзацев написал, когда был конфликт, что там шампанское запретили, что-то писать, там просто я разобрал от и до прям детально всё это. Вот, это про шампанское. А что касается коньяка, я вообще, во-первых, хочу сказать, что это вот наша такая, знаешь, немножко русская какая-то вот, знаешь, такая вот, нам кажется, что мы, знаете, со всех стран мира, мы как будто на горе огромной стоим и на нас все смотрят. Да никому мы, уже своей кириллицей не нужны. Для них это всё равно, что китайский, сука, язык, понимаешь. Что там написано? Он не понимает этого. Ему там что коньяк написано, что шампанскую ел. Ну, это букву Ш, блядь. Он не понимает, что это такое, понимаешь. Вот, не надо думать, что мы тут всем насрали в душу, когда написали коньяк. Ну, написали мы на русском языке коньяк. И что? Ничего страшного в этом нет. Америка пишет до сих пор всё это. Продает в магазинах. Им срать на всех. На Европу, на коньяк, на Францию, на НАТО, как бы. Вот прям с бомбардировщиков F там каких-то насрать, понимаешь. Вот, а нам, понимаешь, нам это надо всё, понимаешь. У нас вот рефлексии. Вот. Ах, мы обидим французов, напишем коньяк на кириллице. Ёшкин кот. Да кому мы нужны? Ты пойми, что вот ты приезжаешь, ты в Китае был когда-нибудь? Нет. Вот я бывал пару раз. Ты приезжаешь, вот покупаешь, идёшь в магазин, и ты берёшь бутылку, и ты ничего не можешь понять на ней. Ну, наверное, такие, чёрточки какие-то эти. Какая тебе разница, что там написано, коньяк или там шампанское. Просто есть такие снобы, которые, сука, меня достали. Это не коньяк. Блин. Ну, назову это, Брэнди, что поменяет. Это такое, знаешь, это их такие, да, Это как бы такое, знаешь, ну, вот такое желание показать причастность такую. Причастность. Да. То есть он как будто бы тоже контролирует, он как будто на службе ЮНЕСКО находится. Он приходит к тебе, он тебя контролирует, говорит, нельзя, тебе говорит, коньяк. Нельзя, Мадерра. Я говорю, сука, вот на бутылке написано, что написано, почему я должен называть это? Я обычно такими... Ну, я не хочу даже ударяться в тему, что сейчас всё будет меняться, что русский мир и так далее. Это всё история, ну, как бы даже не про политику. Это история просто про минимальное, как сказать, про свою, собственно, аутентификацию, потому что у нас просто это стало названием категории. Это нормально, как ксерокс, как памперс, как джип. Как бы не подумал, что ксерокс подаст на нас суд, что мы копировальные машины ксероксами называем. На русском языке. Не подал же он суд на нас? Нет. И джип на нас не подал, что мы все машины, там, внедорожники, называем джипами. Случайно. Не подаст, не подаст. Все детские подгузники одноразово мы называем памперсами. Памперс не подал на нас суд, правда? никто не ходит не рефлексирует по этому поводу нельзя говорить слово памперс на подгузник это нарушение международных норм так ну и на этой позитивной ноте мы будем заканчивать и дальше бухать дегустировать дегустируйте дегустируйте всякие блогерские дела сказал никита всем доброго спасибо про ля ля все ветра к тебе вид приезжаешь